Спонсор ролика и игровой канал Война. Отличные ролики по Маутенблейду, Скайриму и другим играм. Переходи и подписывайся. Ссылка в описании. Что ж, всем привет, дамы и господа, с вами Джин. Сегодня мы продолжаем играть в Маутенблейд Санзо Фейс. С вами приятно иметь дело. Прошлый эпизод всего лишь за 5 часов. Собрал 1400 больших пальцев вверх. Это означает, что этот эпизод будет часовым. Спасибо вам огромное. Вы выполнили свою часть сделки, я выполняю с удовольствием свою часть сделки. И сделаю этот эпизод часовым. Надеюсь, дальше все будет продолжаться в том же ключе. И ролики будут выходить чаще. Короче, в сегодняшнем эпизоде нам реально много чего нужно сделать. Начнем с того, что у меня пока что есть два вассала. Эти два вассала, они мои бывшие спутники. Понемногу начинают приодеваться. Если мы посмотрим на барона Вальпота, у него уже есть броня. У него уже есть там, по-моему, мечи, щиты. Короче, я его голым отдал. И каким-то образом он намутил себе тефтонскую броню и так далее. Сейчас у нас военная кампания. И основная задача это захватить Крак де Шевалье. И отдать его, кстати, не Вальпоту, а другому парню. Я забыл, как его зовут. В Архазе понемногу начинают набираться бойцы. И самое главное и самое основное, что я сделал в прошлом эпизоде, это заключил мир с румским султанатом. То есть сейчас единственные наши противники это Госпитальеры. А Госпитальеры, они как бы не особо сильные. Поэтому вроде как... Вроде как. У Джинсляндии все складывается неплохо. Единственное, что, как вы знаете, в Санзов Пейс осады очень сложные. Ну, там они обороняют замки прям ужасно со всех сторон и так далее. Поэтому замки все-таки захватывать довольно-таки сложно. Но мы справимся, я думаю. Мы справимся. Как минимум Крак де Шевалье мы сегодня точно заберем. С минимальным размером битвы я постараюсь как можно аккуратнее сам идти, чтобы меньше попадать под лучников и, по идее, должны заточить. Если еще с Архаса выбежит третий спутник или откуда-то там он в прошлый раз убегал, мы должны его захватить и отдать. Это основное. Потому что после Крак де Шевалье мы можем захватить какой-нибудь еще ближайший замок и полностью поглотить Госпитальеров. По факту все, что у них есть, это Монсферран, Шастель Руш и Масиап. То есть самая их... Арава сидит в Масиапе, там миллион их просто в одном замке. И они вроде как не двигаются. Это меня радует. Это меня радует, что они ничего не делают. Это просто прекрасно. Так, лестницы для штурма стена нет. Стоп, в этот раз он почему-то решил напасть все-таки на меня. Я даже не успел защитить Вальпота. То есть так странно работает ужас. Буквально секунду я потратил, и он уже прям поломал Вальпота до конца. Не надо мне трогать Вальпота. Я должен забрать этот чертов замок. Так, он подходит. Да, ну давай, давай подеремся. Так, мы помогаем Вальпоту, естественно. 129 против 95. Атаковать противника как по-другому-то. Только размер битвы надо увеличить. А то сражаться с 15 размера битвы в поле будет очень долго. Так, давайте мне подкрепление сюда. Бам! Где подкрепление? Алло, я же поменял. Должно быть подкрепление. Вот, вот, отлично. Поехали. Забавно, потому что в прошлый раз, когда я захватывал этот замок, на меня никто не нападал. Надеюсь, у нас не будут особо большие потери, потому что замок нам в любом случае нужно захватить. Было бы очень хорошо, если бы еще третий басал бы подошел. Тогда мы бы точно его забрали. А так, пока что сомнительно. У нас очень много пеших ребятишек, поэтому, наверное, все-таки... Наверное, все-таки оружие по желанию. Кавалерия, я скажу, следовать за мной. Они уж там впритык побежали. Что-то я поздно сказал кавалерии следовать за мной. Хотя, они вроде там не жалуются, даже справляются с кем-то. Так, пошли вон отсюда. Наша задача, как минимум, на сегодняшний эпизод. Хотя за часовой мы точно захватим этот замок, 100%. Вот, потом посмотреть, сколько там... Вообще, у меня так много мыслей, просто я не могу их всех в одну сложить. Первое. Мы должны посмотреть, как сильно будет прирост... Так, давайте мы кавалерию отправим уже всех вперед. Насколько сильен будет прирост солдат в наш город единственный. Почему? Потому что солдат этих я собираюсь набирать для осад последующих замков. То есть сейчас у меня в гарнизоне, в моем личном, 400 человек. Я могу их всех использовать. То есть, если к нам в замок будет заезжать человек 150 в... Нет, 150-то слишком. Человек 70 хотя бы каждую неделю. То я их просто буду брать и на осады, для того, чтобы захватывать какие-то замки даже сам. То есть там есть огромное количество замков, которых... Ой... Вот это да. Что-то я не ожидал такого протособытия. Я аж отлетел, увидели? Так, продолжить. 96 на 60. Ну, атаковать, естественно. Но, походу, все-таки придется отсидеть сам, потому что... Как-то я слишком дерзко на них полез. Буду аккуратнее в этот раз. А дальше что нам нужно сделать? Нам нужно захватить замок, чтобы отдать его одному из вассалов, чтобы они тоже как бы развивались, расширялись и так далее. Далее... Ага... В принципе, право на трон я бы повышал. Было бы неплохо еще рейтинг чести повысить, то есть позахватывать каких-нибудь вассалов и... Подпускать их для того, чтобы честь повышать. Дальше. Дальше. В идеале было бы, конечно, еще, чтобы к нам поприходили какие-нибудь вассалы. Не только те, кого я создавал из спутников. Это было бы вообще супер. Но я прекрасно понимаю, что они не придут, потому что у нас нет феодов. Вассалы обычно они приходят на феоды. На феодов нет. Тем более, феоду я сразу отдам. Как только мы их позахватываем, начнут уже какие-то сторонние вассалы прибегать. В основном подлые какие-то, с которыми долго иметь какое-то сотрудничество смысла нет. Абсолютно. Но хотя бы какие-то. Они чисто для массы у меня будут бегать. Потом я их выгоню всех. Только повышу рейтинг чести и ко мне придут благородные вассалы. Все станет уже красиво, как говорится. Поэтому да. Так, давайте, давайте. 37. Ну слушайте, все равно есть потери. Есть потери, конечно, неприятно, неприятно. Но бойцы у меня не самые топовые, покажется. Мы только начинаем в деревнях там набирать этих тамплиеров и так далее. Я бы сам бы не против где-нибудь намутить себе броню тамплиеров, а то я бегаю в госпитальерских там вещах. Неприятно, неприятно. Да, учитывая то, что я вроде как правитель тамплиеров. Странно, странно. Не продумано. Где моя тамплиерская броня, тамплиерское оружие и так далее. Ну ладно, я не жалуюсь, я не жалуюсь. По идее, я могу просто забрать ту броню у кого-то из своих спутников. Типа подойти к Вальпоту и сказать, брат, давайте там свою броню, а ты как бы отдашь мне свою. И он не посмеет отказаться, потому что что ему еще делать? Эх, к сожалению, он всего лишь компьютер. Жаль, что Вальпот не живой. Посидели бы с ним, поговорили о жизни. О сражениях всяких, знаете. О юбидове султаната с Иерусалимским королевством. Эх. Так, ну давайте. Как же ненавижу это вот, знаете, когда вы вроде уже всех победили и последние ребята на конях там убегают. И вы за ними вот всем стадом гонитесь просто, чтобы добить последнюю тройку бойцов. Они никак не убегают. Здесь еще ладно. Здесь еще ладно, это не занимает огромное количество времени. Но те, кто играли в Ворбанд и сражались с киргизскими усадниками, там, например, которые с луками бегают. Или там с аронидами какими-то застрелщиками на лошадях. Вот это просто ад. Реально там можно было тратить минут по 20 на то, чтобы их догнать. И вообще, то есть их невозможно победить, например, имея пехоту. Они просто вокруг бегают и убивают всех. Ужас, ужас, ужас. Но Ворбанд был клевый. Вот когда первый раз прям играешь в Ворбанд, непередаемые ощущения. Давайте уже убьем их наконец-то. Ну, как зомби какие-то накинулись на тушку. Бедняга парень, разорвали его просто. А последний где? То же самое, да, где-то там в середине. Ну, ладно. Все, да, я вас в ульт, ребята, да, я вас в улице. Так, сейчас мы глянем, сколько нас в плен. Я даже не могу его забрать. Тут у меня места тоже нет, как я понял. Так, управление и обновление вещами с помощью спутников. Ну, давай попробуем. Применить ко всем. Они, по идее, должны что-то взять оттуда. Пусть компаньоны заберут вещи. Да. 39, 59. Но этого мало, этого мало. Сейчас этого мало. Мы не сможем захватить замок, которым 148 человек, имея... Сколько получается? 60 и плюс 40. Ну, то есть 100. Нам бы еще вот третьего. И было бы отлично. То есть, если бы подошел... Я забыл, как его зовут. Почему я постоянно забываю, как его зовут? Короче, третий вассал подошел. Было бы норм. Но, как видите, он не... Вот он, подошел. Ну, 140. 140 уже более похоже на правду. Но все равно, наверное, недостаточно. Так, госпитальера мы повышаем. Тевтонские пилигримы пока не хотят повышаться. Мне бы еще какого-нибудь одного вассала. Вон там караваны джинсляндии, кстати, бегают. Ко всем остальным. Приятно, приятно. Караваны джинсляндии, это приятно. Крак да шевалье. Ну, блин. Восстановиться бы. Я просто боюсь, что пока мы восстанавливаемся, на меня кто-то нападет. Это будет опасно. Это будет опасно. Так, ну ладно, ладно. Пока они там вроде дополнительные единицы не получают. Мне, кстати, очень нравится эта тема. Я ни разу не встречал ни в одном из маунтов. Когда я стал правителем, мне реально, как правителю, приходят всякие крестьяне и так далее, рассказывают свои истории. Ты должен что-то выбирать. Вот это я встречаю только в Sun the Face. Это мне напоминает времена каких-то текстовых квестов. Знаете, вот кто играл в космические рейнджеры? По-любому кто-то играл, вот в комментариях напишите, насколько же там шикарные были вот эти вот текстовые квесты. Просто только ради них стоило играть в эту игру. Так, стычка на границе. До вас зашли слухи о том, что местное руководство Ислава, деревня, на которое претендует Аюбиды, недовольны тем, что с ними обращаются и хозяева из румского салтаната. Понятно, короче, это все абсолютно бесполезная информация на самом-то деле. Так, давай-давай, дядь, быстрее, пожалуйста. Кто это? 51. То есть у нас, понимаете, неполный отряд получается. То есть вроде как да, но нет. 53. Нужно хотя бы мне до сотки восстановиться. Ладно уже там бойцы, это такое. Я должен быть обязательно сотней здоровья, потому что реально полностью все сражения, это в основном от меня зависит. Так, ладно, мы их трогать не будем. Пускай они там бегают. У них у всех одинаковые флаги, что ли? То есть как бы у всех ребятишки из Севтонского ордена один флаг абсолютно. Ну и ладно. Желательно было, чтобы еще кто-то сражался там с тамплиерами, убивал их, а мы... Так, а сколько здесь народу? 144. Вот этот замок даже лучше, наверное, будет захватить. Возможно, даже он лучшее построение. То есть если в прошлом замке он довольно тяжелый, потому что нужно бежать прямо в центр и сверху еще везде лучники. Да, там ворота, вроде как это прикольно, но захватить сам замок довольно тяжело. Здесь приблизительно одинаковое количество бойцов, плюс здесь магистр, которого с чем можем в плен завербовать. Поэтому лучше это попробовать. Выходить он отсюда вряд ли будет. 144. Реально количество приблизительно одинаковое. Тут на 20 больше, но это вообще абсолютно не решает. Сейчас мы проверим, что из себя представляет вот этот вот замок. Но они все довольно-таки сложные, поэтому я чисто ради теста посмотрю. Вдруг я его с первого раза захвачу. Надо размер битвы поставить 15, а то там при 150 это очень сложно сделать. Так, еще я жду... О, уже 60 человек. То есть они реально набираются. И набираются очень хорошо. Меня это радует. Это радует. То есть они только что прибавилось 50, как я и хотел. По идее, если потратить еще больше денег, они будут вообще там просто в колоссальных количествах прибавляться. Ты просто приходишь сюда и забираешь нужное тебе количество бойцов. И плюс, если Архаз будет постоянно мне приносить по 30 тысяч, как за прошлую неделю, то это будет вообще просто... Великолепно. Как там? Блестяще. Вот. И я буду набирать просто там 300 человек и идти на любой замок и даже в одиночку его захватывать. Ладно, давайте глянем. Планировать битву, повезти воинов на штурм. ХП у меня должно было более-менее восстановиться. Вряд ли полностью, но процентов... Ну да, 70 должно быть. Так, походу здесь тоже ворота. Ну посмотрим. Главное не подставляться, короче, под лучников и все. И идти в атаку. Да, да, да. Надо бы выучить их язык. Для того, чтобы самому научиться эти кричалки использовать, короче. Так, там, походу, тоже врата, да? Но бежать все равно очень далеко. Бежать прям супер далеко. Ну, это, походу, во всех замках в Санзо Фейс такая тема, что нужно бежать целую вечность. К сожалению, ничего с этим не поделать, походу. Такие вот сложные, реально сложные осады в этой модификации. Тут уж как есть. А если сейчас не получится захватить этот замок, мы просто сделаем следующим образом. Я пойду и заберу вот этих вот 60 человек. И еще раз попробую. И уже тогда полностью остановлю здоровье. И тогда мы его точно заберем. Тогда мы его точно заберем. Так, давай, давай. В первых рядах не хочу идти. Хочу вообще... А где мои союзники? Чего они стоят-то? В атаку, пацаны, в атаку. А вот они, вот они. Я нашел. Идеально это между ними идти, короче. И надеяться на то, что никто из арбалета тебе в голову не засадит. Ну и, конечно же, качать, качать. И еще раз качать железную кожу. Потому что без железной кожи не выживать. Не выживать. Потому что осада реально зависит от тебя в основном. Имеет даже супер большую армию. Естественно, там на автобое-то никогда это все... Да, тоже ворота. Офигеть. Что-то прет нам на ворота. До этого были сплошные только лестницы. А тут, смотрите, врата за вратами. Но здесь все-таки полегче. Реально полегче, чем прошлый замок. Так, ломайся, ломайся. Тынь, тынь. Давайте. Кроме меня никто не бьет, но да ладно. Вот и как бы они это без меня захватили? Они бы не додумались врата даже сломать. А вы говорите, чтобы они там все позахватывали. Это был бы шок, шок какой-то. Так, давайте, давайте. Опа! Здравствуйте, здравствуйте. Встречают нас сразу здесь. Ребятки. Так, вообще для меня идеально было бы пойти, конечно, лучников побить. А что, сверху никто не стреляет? Серьезно? Так, нам надо бы подождать подкрепок. Это нет, стреляют, стреляют все-таки. Так, хорошо. Основу мы забрали. Блин, вот подкрепок было бы хорошо. Так, 17 уровень. Здравствуй. Сразу же. Сразу же беру живучесть. Обязательно. Вообще сейчас буду брать интеллект, наверное. Потому что харизму мне вообще лидерства вообще не нужно качать. То есть, имея 400 человек в отряде, зачем мне качать лидерство? Я себе не представляю ситуацию, в которой мне понадобится более чем 400 человек в отряде. Поэтому владение щитом даже, наверное, возьму. Вот. Потому что, ну, мощный выстрел уже нет смысла качать. Убивать всех с одного удара, ну, и для этого полностью топить мощный выстрел, это... Бессмысленно. Так, давайте. Вот живучесть, это реально то, что мне сейчас must have прямо. Живучесть, она сейвит. В эту сторону, да, смотрим, чтобы лучники на меня не накинулись. Как он попал-то, скотина? Я вижу, я вижу, но открываться не стоит. Потому что это жесть будет. Там реально просто целая свора вот этих вот лучников. Убиваются лучники, и все становится неплохо, по идее. В две волны, там, максимум в три, мы точно заберем этот замок. Даже, наверное, не придется брать дополнительные какие-то отряды. Главное самому не сдыхать, короче. Это реально самое основное. Я сдыхаю, бой проигран, и все. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Полегче. Музыка слишком напряженная прям. Осада становится насыщеннее, вы чувствуете? Вот там наши палаточки. В той вот белой палаточке я с Жанной живу как бы. Госпитальеры, арбалечки. Я тут просто, как мышка маленькая, пытаюсь кого-то найти, покоцать. Опа. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Давайте вы не будете в меня попадать с такого расстояния. Так. Ну вот, вроде не попадает. Я вот в тех вот могу... Там еще есть лучники. Не-не-не, ребят. Не, вы что-то не уловили. Я как бы прячусь. Хорошо. То есть вот это вот единственное, что полный обход нам вот такое вот нужно делать, учитывая то, сколько там противников. Идеально было бы, чтобы еще там одного-двоих наших убили. И все-таки выбралась подкрепа. У меня все лишь один щит. И мой щит уже на процентов 80 поломан. Самому лезть на рожон сейчас... Ой-ой-ой. Вот-вот-вот-вот. Вот моя цель. Вот моя цель. Вот зачем мне нужны стрелы. Еще бы попасть по кому-то хоть раз. Да ладно. Как так-то? Ладно, я буду стрелять вот сюда. Вот. Вот. Отлично. Так. Здесь у меня и лучники не коцают, и вроде бы как я попадаю в этих ребят. Чисто обстрел с воздуха. А, это наш подкреп. Все-таки я даже не заметил в чате. Вот. Вот. Только сейчас прибыло подкрепление. А чего они тогда... Пишут о том, что оно раньше прибыло. Что за... Тотальный обман. Что за арбалетчик какой-то выбежал? Полегче, дядь. Не надо. Так. 10 урона. Но это слабо. Надо больше. Так. 21 урона. Но это не убьет его все равно. Вот этот арбалетчик, он мешает мне жить. Давай, братан. Вот. В голову попал, да? Но он умер. Это самое главное. Так. Наши ползут. Ползут по полдня, конечно. Но что поделать. По-другому я не могу. Как бы. У меня еще есть три стрелы. Ну, давайте. Хотя бы. Хотя бы одного убить с тех трех стрел. Уже ни одного не убью. Ну, понимаете. Ну, носить два колчана это бред. Потому что очень редкая ситуация, когда стрелы мне прям... Воу, ребят. Полегче. И типа стрелами я всех сношу. Гораздо рациональнее и выгоднее, наверное, все-таки. Три щита носить. Ну, тогда у меня будет жаба давить. Потому что я вообще прокачал до шести мощный выстрел. Там выбирался виллук. Ходил на арене с этим луком. Прокачивал его. И в итоге вообще им не пользуюсь. Понимаете? Такое, такое. Одного щита реально не хватает. Либо же купить какой-то прям... Ну, вроде как у меня один из топовых щитов. Остается только прокачать там владение щитом. Чуть ли не до максимального какого-то грейда. И тогда, возможно, из этого что-то получится. Так, ну, скоро там наши потянутся-то. Бойцы, браво. Сколько, получается, сейчас их упало? 12 всего лишь. Ну, это мало. Там их 140. Но хотя вот в таких вот замках... Ну, даже в таких вот замках с максимальным размером битвы ничего не сделаешь. Понимаете? Потому что очень много лучников на стенах. И они просто наваливаются на тебя. Ну, и что ты можешь с ними сделать? Реально с толпой там каких-то... Даже 50 лучников. Пока ты дойдешь до них, вот эта вот маленькая лестница, они там все расстреляют. Вот прибыли новые враги. Как-то... Подкрепы у нас почему-то гораздо меньше, знаете, чем врагов. И это прям мне не нравится. Там вот лучники сверху стреляют. У нас подкрепы, блин, 3 человека каких-то. Калеки. У нас еще много... Хотя они там еще идут, да? Давайте тогда спрячемся где-нибудь здесь. А ну-ка, стоять тут. Даже не здесь. Наверное, лучше рядом с вратами. Пускай они все подойдут хотя бы. И потом отсюда мы уже побежим. Сейчас бы застрять в каких-то копьях. Во-во-во. Вот здесь вот мы встанем. Так, во. Тут вроде никто не палит. Ну и где они? Вы там еще собираетесь идти, нет? Так, вот я пока вот эти вот врата снесу, чтобы... Больше места было. Так, хорошо. Мы просто пока что, пока что мы пересекаемся взглядами, ребят. Этого нам достаточно. Этого нам достаточно. Идти на них втроем... Сколько их получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 и втроем идти это бред. Как же медленно идут наши вот эти вот спутники. Просто они еле передвигаются. Они там вообще идут, нет? А, они стреляют. Это лучники. Почему нас 6... Сколько нас? Сколько нас? 5, 6, 7, а их 15. Че с бред? Надо, чтобы кто-то сдох из наших, короче. Чтоб подкрепа подошла. Давайте. Не знаю, вот бери и создавай отряд... Тихо. Пошел нахер, дядь. Бери и создавай отряд из лучников, реально. Прибыло подкрепление. Ну все, вот когда прибыло подкрепление, теперь мы стоим здесь. Отойди, отойди, мужик. Все. Обратно. Так, ну это, по крайней мере, интересные осады. Они необычные. Какой-то толпеж. Тут нужно прям что-то думать. И как-то, чтобы они подлазили. Но они долгие очень. Наверное, со следующих эпизодов я начну... Хотя посмотрим. Пока что вот я бы смотрел эту осаду. Я всегда пытаюсь для того, чтобы ролик был более-менее интересным. Я пытаюсь со своей стороны понять, смотрел бы я такой ролик или нет. Мне было бы интересно смотреть эту осаду. Поэтому отсюда я ничего не буду вырезать. Но стоит вырезать, когда ты там где-то в углу... Как полегче, пошел нахер отсюда. Сейчас бы какой-то лучник на меня накинулся. Стоит вырезать, да? Где-то в углу где-то стоишь, вот такой... Как он-то оттуда вылез? Чисто в крысу зашел парень. Поехали. А, ладно, все, стоять здесь, стоять, стоять. Быстро слишком умер. Раз, два, три, четыре, пять. Почему нас так мало? Нас же по итогу там чуть ли не столько же должно быть. Ну, ладно, в несколько волн мы затачим эту фигню без проблем. Тоже что-то знают, ублюдки. То есть... Не так просто с ними сражаться, скажем так. Смотри на них. Он просто убивает одного с другим моих бойцов. Мне прям вообще это не вкатывает. Еще не падает с одного удара с коты, прикиньте. Надо... О-о-о-о-о! Во-во-во-во! И давим, давим, давим. Поехали. Ну, это просто фейл-фейл. Это просто что... Ну, тут моя ошибочка как бы. Так, ладно. Понятно все. Сейчас я сделаю по-другому. Сколько вас тут остается-то? 132, ну мы почти ничего не убили Но сейчас мы сделаем как? Я зайду в Архаз П-п-п-п-п Управлять этим городом Расположить здесь гарнизон Я просто заберу их всех Потом, естественно, обратно закину Но пока есть возможность, заберу просто всех 109 у меня получается Сейчас я всех прокачаю Подожду некоторое время, чтобы они восстановили Чтобы я восстановился Так, да, назад Отдыхать здесь Давайте, парни, восстанавливайте силы Пускай они там подходят Вот этот замок все-таки проще захватить Сейчас попытаюсь сделать немного больше размер битвы То есть не 15, ну здесь не 30 А где-то, ну где-то 70 Так, и по идее Если будет размер битвы где-то 70 Должно выйти, должно выйти, я думаю Но вот ключевая херня Захватить 1-2 замка Так, я так понял О-о-о, да-да-да-да-да Так и делаем Пугаем этих госпитальеров С 32 на 30 Еще вылез отсюда кто-то, да 30 человек Но нас в итоге все равно больше выходит 95 Нет, вот этот вот нам не надо Давайте мы его спугнем, наверное О-о-о, отлично 160 Нас выходит больше Все равно нас выходит больше Так, давайте попробуем размер битвы Где-то 90 сделать Сейчас глянем, что из этого получится Так, у меня 90 Покатит, покатит Этот замок было бы сложнее захватывать Несмотря на то, что людей в этом все-таки больше Но все равно было бы намного сложнее Опа, сейчас бы Архаса садить А ну-ка, дядь Это ошибки, честно говоря От тебя Подраться, что ли, хочет? Ты серьезно? У нас, кстати, уже 20 человек есть Ну давай, давай, давай Хорошей было идеей подраться Да, сдавайтесь или умрете Найс план, просто пойти и Слиться Ну и ладно, что, я не против Я не против убивать госпиталеров Сейчас я еще 20 заберу То есть здесь Не за неделю они появляются Они появляются раньше То есть я соберу еще 20 И тогда мы уже точно захватим этот замок Так, поехали Да-да-да-да-да В атаку, в атаку Надо быстро всех ты их снеси Просто, чтобы он не трогал Мою столицу, как бы И все Потому что бегать Постоянно отпугивать его Все, мельтешиться Это мне нафиг не надо Лучше я просто убью его и все И больше он не будет меня трогать Никогда в жизни И он поймет, как бы Что не надо, не надо больше Нападать на джинсы Но эти осады Это просто Но это интересно По крайней мере, вот такие вот осады Которые С вратами Они, по крайней мере, поинтереснее Чем просто у лестницы толпиться Поэтому в этом есть смысл И плюс Я же хочу до конца уже Развить этот Тевтонский Орден Сделать как можно больше вассалов И потом уже прям С боевым преимуществом Очень большим То есть, если как бы У нас будет там 800 человек А в замке 100 Нас просто физически будет Намного больше Даже с максимальным размером битвы И замки Захватывать не будет Составлять никакого труда Сейчас просто у нас Приблизительно одинаково И как бы, естественно На защите, когда нас Одинаково Они сильнее намного Но Но Это исправляется Это исправляется Нужно просто иметь много людей Но в Архасе Понемногу люди пополняются Поэтому, короче Все под контролем Все под контролем Так, давай, дядь До свидания Даже не успел попасть С него, бедняга Слушайте, почему они так нас сносят? Я не понимаю Кто? Кто умирает-то? Что за бред? Наверное, те, кто вперед На лошадях побежал Плевать Все равно заберу еще двадцатку Я думаю Настолько много он не убьет Прибыл подкрепление Фиг Простите Кто умирает-то? Я не понимаю Жесть! Кто умирает? Я вроде нахожусь в гуще Самого сражения И из наших Никто не должен умирать То есть вот там вот что ли Кто-то умирает? Да, походу Да-да-да-да-да-да Я их даже не заметил Я почему-то думал, что это В основном мои бойцы Почему их так много здесь? Я не понимаю А наши просто стоят там Ребят, найс-найс Вот просто стойте Отличная идея Просто сейчас бы потерять Ну, это в основном союзники, конечно Но Жесть какая-то Не просто стоят Им наплевать На то, что их уничтожают Просто тысячами Так, да-да Здрасте, здрасте, здрасте Сейчас бы лошадь мою убить Они будут подходить? Или это шутки какие-то? Я не понимаю Это вообще законно? Что происходит? Не просто полдня идут Так, короче Это все хрень какая-то 152 Ладно, если как-то 95 человек Снесет Псюмую гвардию Ну-ну Так, давайте я Заберу отсюда этого типа 20 человек Управление города Набрать солны Нет, стоп Расположить здесь гарнизон Вот этих вот всех я заберу, короче Так, этот Чувак должен отойти отсюда Чтобы осада была снята Снимайся, осада Пожалуйста Эти махинации Это, конечно, жесть Надо быстрее со всем этим справляться Так Один зауслад погибает от раны Полученной в предыдущей битве Отдайте вещи солдата семье Возьмите его вещи солдата Он был все-таки простым солдатом Не-не-не Отдайте вещи солдата его семье И проведите его похороны Вот, вот так вот Легчайшая Получаем уважение И боевой дух повышается Это, это надо Куда ты пошел? В альпот Алло, у нас как бы Военный поход, мужик Пошел в Триполе Отдыхать Так Теперь у меня уже все-таки Посещают мысли, что нужно захватывать Этот замок Еды на два дня остается Понял, понял Ну, еды мы еще закупим Конечно, на 400 человек Брать еды Я не знаю как Ладно, окей Давайте все-таки попробуем Вот этот вот замок С гарнизоном Там человек 40, я думаю Ну, 50 пускай будет Так, сегодня За этот Часовой эпизод Я 100% захвачу Хотя бы один замок Тут не обсуждается Я понимаю, как это выглядит Но вы сами все видите Прекрасно Что там я единственную Одну ошибку Затупил На меня топором убили А так В целом Просто реально Довольно сложно захватывать Эти замки В каком-нибудь ворбанде С такой же ситуацией За это же время Мы бы захватили уже Замка 3, наверное Но Это не ворбант, ребят Так, давай, давай Ты подойди сюда Блин, меня бесит этот вальпот Или кто там Плюс 3000 Аааа Мы 30 тысяч за архаз Получили только в первый месяц В первую неделю Но это, конечно Не очень, да Так, ладно Я так понимаю Этот парень просто не подойдет Поэтому Поехали На штурм На штурм Он просто убежал Ему норм как бы Но я надеюсь Это было не вальпот Потому что вальпот Он благородный Или это был вальпот Это был вальпот, походу Да, это был вальпот Ну и ладно Я верил в вальпота Но он меня предал Как бы Ничего страшного Поехали Главное Обороняться от лучников Обороняешься от лучников Равно победа И идти в массовки Чтобы меня не попадали И все Так, ну вот вальпот Не получишь ты этот замок Надо было его вместе со мной захватывать Если бы захватывал бы вместе со мной Я бы подумал А так Не, братан Не, не, не Этот замок не будет твоим Sorry Сам должен понимать Что Замок нужно заслужить Нельзя просто так прийти И как бы Отдай мне, пожалуйста Нет, нет Хотя, на самом деле Я бы так ему не отдал Потому что Он вроде как должен быть благородным Вассалом И не должен обижаться Когда я кому-то другому Замки отдаю Поэтому Правда жизни Если он не обижается То замки он будет получать Последним Ну не последним А вторым Потому что у меня больше нет Вассалов Так Буду ли я перестреливаться С лучниками Или нет Интересный вопрос Наверное Все-таки нет Ну блин Там так много Главное Зайти У нас вот лучников Вообще нет Но перестреливаться С ними Сыгодно Раз Два Три Они просто Со всех сторон Лучше Чтобы у них были Только пешие бойцы Так Дайте мне пролезть Куда-нибудь сюда Чтобы меня не попали Если мы снесем Всех лучников Если мы снесем Всех лучников И подкрепы Уже будут приходить Там Ну Самые Создания Их спауны Я не знаю То нам будет проще Потому что лучники Все будут уже там Они не успеют Рассортироваться По башням разными И тогда мы Довольно-таки Просто должны Захватить этот замок По идее По идее Но это только в теории На практике же У меня просто сейчас Влетит какие-то Две стрелы И на этом Ну вот Первая уже подъехала Как от нее вернуться Можно вопрос Конечно можно Наверное как-то Но Но это сложно Так Ну блин Этот замок Прям супер тяжело Захватить Серьезно Это прям Какой-то Рейдбосс Я не знаю Со всех сторон В тебя стреляют лучники В то время Как ты сражаешься Еще и с пехотой То есть Ну как это захватывается Насколько Сильное мне нужно Преимущество Чтобы я смог Захватить этот замок Скажите мне Сколько у меня Должно быть человек Восемьсот Или сколько Тысячу То есть Ну реально Это какая-то Ну невозможная ситуация Лучники Лучники Могу сделать Я могу просто Захватывать его Тысячами волн То есть Здесь 140 человек Сколько я убил Получается Восемь Серьезно Так Получается 120 У него 18 То есть Вальпот уже там Отъехал полностью Сейчас бы еще Крэшился Маунтенблейд Серьезно Что Ладно Только что Как вы поняли У меня Крашнулся Маунтенблейд Это мне нифига Не понравилось Снова не было ошибки Поэтому я думаю В будущем Он крашиться не будет Если будет То очень редко Но это не особо Большая проблема Потому что я Постоянно сохраняюсь Так Ладно Я хотел вообще Посмотреть Сколько людей В остальных замках 146 То есть у них У всех Приблизительно Одинаковое количество Людей Кроме Массиафа Я сейчас попробую Этот замок А нет Да Да Я этот попробую захватить Мне просто нужно найти Оптимальный замок Который я смогу захватить И быть довольным Потому что вот этот вот замок Очень тяжело захватить И за ворот Понимаете Как бы Самая сложность Я думаю что в ворот Это будет легко Потому что там все могут пройти Но нифига Вокруг ворот Везде На башнях Стоят лучники И во время того Как ты проходишь по этим воротам Лучники тебя просто Расстреливают с арбалет И ты ничего не можешь сделать То есть буквально Вообще ничего Сейчас попробую Еще этот замок Возможно с ним будет проще Видите крестьянский монастырь Монахи Заняты работой И молитвой Никто из ваших не вооружил Внутри вы видите Золотые скрещи И серебряные подношения Пройти мимо монастыря Почему я потерял уважение А там было наверное Почти Типа Да 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 Ладно Уже плевать Так еда заканчивается Так еда заканчивается Да 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 Рыночная площадь Разные товары Ох я думал У меня еще напал Тут цыпленок Капуста Понятно У меня еще есть тут рядом Союзники мои Надеюсь Поэтому мы еще у них Еще что-нибудь купим Так Ну у них А ну нет У них есть Хлебушек Хлебушек Спасибо Спасибо Так Сейчас Еще раз я попробую Я буду все равно Заходить на В таверну Смотреть если здесь Какие-то бойцы Мне нужно просто Все по максимуму Хотя дозорных Брать каких-то Не буду Не буду Пофигу Там эти Пару дозорных Никакой роли не сыграют Сейчас попробую еще Монсферан Масяф точно не буду пробовать Потому что ну Масяф очевидно Нет смысла захватывать Там миллион человек Там это великий магистр С гарнизоном Человек 300 Поэтому Масяф Брать нет смысла Лучше конечно Было бы мне Вот эти вот замки Какие-нибудь захватить Но как видите В них слишком плотная защита И чтобы захватить Какой-нибудь из этих замков Нужно иметь Реально очень сильный Приоритет в бойцах То есть иметь человек 300 где-то Для того чтобы Просто мы их давили Количеством Чтобы их меньше выходило А нас больше Вот в этом есть смысл Я думаю Если я пойму Что все будет продолжаться В таком ключе То я просто делаю стрим В котором я буду набирать Людей в отряд И Там Добывать еды И так далее Чтобы я уже мог захватывать Именно большим количеством народу Так Давай вот это попробуем Мы просто Тест Тест Какой из этих всех замков Проще всего заходим Гоняет Гоняет всех Вы посмотрите О и вернешься к нам еще Может нет Хотя 19 человек Там роли не сыграет Я думаю Так Давайте Повести воинов на штурм Если здесь будет лестница То будет попроще Я уже Думаю что лестница Будет легче Так Это вообще Абсолютно такой же замок Кстати по моему Че 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 Размер битв Меня не устроил Если честно Это просто Абсолютно Идентичный замок Такой же Самый Один в один Как Тот Который был И сейчас вы поймете Почему его сложно захватить Вы наверное уже поняли Но тем не менее Потому что Ты заходишь Сколько бы много вас не было Противники Они со всех сторон тебя расстреливают С лука И Ты просто не успеваешь Как минимум Я уж точно сдыхаю Как только я сдыхаю Сражение как бы Чуть ли не сразу заканчивается На автобое Нет смысла Потому что Нас столько же Короче тут Прям Какой-то Непонятный Круговорот Смерти И неудач Ну ладно Я все равно Все это пофиксу Естественно Конечно же Я наберу больше людей Я подожду И смогу Дальше захватывать Эти замки И так далее Мы прошли И мы прошли Полностью Захватили все В прописи В пендер Вот эти вот замки Просто Просто Ничто По сравнению Там С двумя тысячами Змей И вот Осадами Куалисами И всякими Нолдерами Поэтому Естественно Мы пройдем Просто нужно Время и усидчивость Так Давай 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 Поехали Ломай Ломай Братва Надо бы где-то Стать Кстати Мы сейчас Очень мало Потеряли Мне это нравится Я даже думаю Оставить Наверное Такой же Размер битвы А вдруг С такими замками Лучше справляться С максимальным Размером битвы Кто знает Так В атаку В атаку Вот эти вот типы От них нужно обороняться Чтобы никто На меня не попал Так Спокойно Меня не видно Я в домике Вот этого могу Отстрелить Да Но все равно Видите Чего ты будешь делать Как в него попасть Я не понимаю Я прям в него стреляю Это шутки какие-то Не Все равно Без шансов Без шансов Даже вот такой Стенкой на стенку Мы Очень Очень много Теряем Очень много Прям Непозволительно много Потому что лучники Просто И все А у нас Лучников Как таковых Почти нет То есть Единственный способ Как-либо Это выиграть Это продавить Их Очень сильно Наверное Все таки Ой Хорошо попал Ой Хорошо попал Прям Почувствовал себя Лучником Настоящим Так Давай Давай Вот наверное С максимальным Размером битв Даже поярче Все это Выглядит Потому что Мы сносим За то же время Намного большее количество людей И На следующей осаде Ну естественно Их будет уже меньше Намного Но естественно Что мы проиграем Здесь Главное в плен Не попасть Тогда будет норм Так Давайте Давайте Ай Шутки какие-то Просто Две секунды И все И они все упали Наши бойцы Просто слабее Так Сейчас мы глянем Сколько их упало И сколько нас упало 110 А мы уже Ну чуть ли не все Нет Мы нормально В принципе 110 Вот 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 Это мне нравится Просто мы будем Волнами Наседать С максимальным Размером битвы И все будет нормально Так 52 Да успокойся Какие прогуляться По улицам Сейчас еще бандиты Я случайно это нажал Так Кто там рядом еще бегает А ну бойся меня Слышишь Ты посмотри Он прям Вовсю идет Идет Дядь У тебя все в порядке Как бы Все Ауденция окончена Мне дела Ой Дружище Зря 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 Просто Он видит меня Прям в притык И все равно Нападает на вальпот Ну ладно Мне Не впадло его снести Я сейчас просто буду Волнами Забирать этот замок Волнами Там было 110 То есть Сколько 38 человек Получается снесли В следующую волну Мы снесем еще больше Потому что их будет меньше В следующую волну Мы их добьем В 3 волны Я думаю Получится это сделать Ну вот так вот Вот так вот Долго Тяжело Усердно По другому В Сан-За-Фейз Замки Замки Не захватываются То есть Если вы шарите Как Как Захватить Замок Попроще Дайте мне знать То есть Возможно Стоит просто 20 лет стоять Пока лучники Выстреляют все стрелы Но в любом случае Они там еще есть В центре Лучники Которые не стреляют Когда вы ближе Подойдете То есть Вот только так Пока что Только так Либо же иметь Очень Прям реально Очень сильный Перевес в бойцах А для этого Нужно ждать Пока в Архасе Будут набираться Эти бойцы А для этого Есть опять же Стримы какие-нибудь Дополнительные Вот как я на стриме Пытался Набрать народу Да Чтоб там дальше За Дамаск выступать И так далее Вот Вот такие вот дела По другому никак Придется вот Волнами Волнами Брать Захватывать Сейчас еще Их поповышаю Всех Мы полностью Восстановимся В Архасе И Сделаем Волну номер 2 Во вторую волну Идеально было бы Снести еще 38 человек И в третью Уже их забрать До конца Чтобы они Меня не мучили Просто Почему они Такие сильные Я не понимаю Неужели Госпитальеры Настолько сильные Они просто На лошадях Выходят И убивают Нас всех Понимаете Так вот Отлично Они прям Непозволительно Сильные Знаете Ужас какой-то Опасность Опасность Но Но Все равно Несмотря на то Что вроде как Они сильные Да В каких-то Определенных Сражениях Лучшего противника Чем Госпитальера Для меня Не было Абсолютно Поэтому Тут уж Как бы Я точно Сделал Правильный Выбор Скажем так Так Давайте Давайте Так Что-то Сомнительно Вот так вот Летать Под шквал Стрел Поэтому Давайте Парни Сейчас бы Они не могли Просто на гору Забраться Может Вас подтолкнуть Но они Сейчас просто Подохнут Все Потому что Они не могут Вот сюда Останьте Просто Дауны Вот сюда Вот вам Аж надо Стать Походу Потому что Они На Какую-то Гору Не могут Забраться Это просто Это бред Это бред Я сейчас Потеряю Огромное количество Бойцов Из-за этого На эту Вы сможете Забраться Она не такая Крутая Вы шутите Все Взобрались Все равно Некоторые Да А нет Нормально Это просто Шок Как бы Имея в 3 раза Там Или в 2 Меньше народа Он снес Чуть ли не всю Мую армию Почему Потому что Я вообще не замечал Госпитальеров Настолько сильных Арбалетчиков Это Это жесть Но все равно Уровень сложности Я менять не буду В любом случае Буду играть На 70% Так Давай Давай У меня Знатно горит Скажу я вам На тупость Почему они не могут Забраться Я бы просто Выжил бы Огромное количество Сколько умерло 30 моих умерло 30 Жесть Какое-то еще Сражение не закончено Даже близкое Это просто Жесть какая-то Серьезно Мне нужно Просто ждать Пока Будут восстанавливаться Бойцы И только С огромнейшим Перевесом Каким-то образом Захватывать Феоду противника По-другому Пока что К сожалению Никак То есть Это просто Сейчас бы Просто на гору Не взобраться До свидания До свидания Повалилось Миллионы людей Ну Деус вульд Конечно Но нет Надеюсь Отныне У меня в плену Отпущу его Для чести Еще пленных Не было Чего ж ты Такой ублюдок У меня 22 человека Осталось У нас Единственный Из сильных Остался Это Барон Отто фон Керпен Нужно распускать Военный поход Потому что Ну Мне сейчас Имеет 22 человека В отряде С кем-то там Сражаться Смысла Никого нет Так Вот Пускай они Собирают силы И нам нужно Где-то человек 300 Я думаю Для того Чтобы Захватить Хотя бы Монсферан Я уже не говорю О чем-то более Тяжелом И так далее Хотя бы Монсферан Надо ждать Пока Архас Принесет Еще там Человек 50 Возможно Стоит раскошелиться Все-таки Надград Так Так, п-п-п-п-п-п-п-п, нет, стоп, дворец мне не нужен, мне нужно управлять этим городом, набрать солдат, я потрачу на вербовку больше, там, я не знаю, 1200 потрачу еще на вербовку, у меня 5000 остается, у нас в казне еще нормально денег, поэтому норм, так, пока на нас никто не накидывается, это хорошо, и рядом бегает чувак, у которого 16 человек в гарнизоне, ну, хоть вот-то фон Керпен нормально себя чувствует, Ого, 71, пускай он отпугивает их и так далее, а мы себя в итоге хорошо чувствуем при этом, короче, план какой, план какой, мы набираем человек 300-400, и только потом уже идем на военные походы, для того, чтобы у нас был очень большой перевес, по-другому я не вижу, как я могу захватить этот замок, вы сами видели, я пробовал любой размер битвы, какая-то шальная стрелайзер балета в любом случае залетит в тебя, и ничего с этим сделать ты не можешь, как бы, 27, ну да, пока что, Все, что я могу делать, это, во-первых, в деревнях понабирать людей, пока там в Архасе еще они берутся, а никто не хочет ко мне пойти, ну как так-то, в путешественнице увидели много грибов, пройти мимо них, да, в Вальпот, что вообще людей не набирает, слабо Вальпот, слабо, я, честно говоря, на Вальпота ставил, ставил больше, а в итоге фон Керпен разваливает всех, так, 115, это уже 60 у него, то есть он успел тоже восстановиться довольно неплохо, Ну я рад, что мы забрали в плен все-таки этого парня, мы же его забрали в плен, неужели он успел сбежать так быстро, так, это все надо прокачивать, естественно, рыбалечки, ну само собой, да, 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 Жанна, Гатье, Госпитальер, это все качается Не думал, что настолько тяжелые осады, но, 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 это как вызов, это как челлендж какой-то, поэтому я уверен, что я потрачу 100 эпизодов, 120, миллион, 10 тысяч На Пендер я потратил 120 эпизодов, там тоже было сложно, Джинс все сделает Уровень сложности я менять не буду, то есть у меня 67% и похер, я уровень сложности менять не буду, я буду гнуть свою линию, короче Все получится, просто нужно время Как минимум один замок, я говорил, что мы сегодня захватим, но, наверное, уже нет все-таки Я думал, что пойдет полегче, хотя бы немного Но даже с минимальным, кто-то может тебя найти, покоцать, какая-то стрела залетит и это тратится много времени Короче, смысл в чем? Набираем много людей, идем и валим прям чуть ли не с максимальным размером битвы и все захватываем Чтобы у нас был перевер, о, 6700, Сархас все-таки нормально падает, в казну уже 30 тысяч упало Я думаю, можно вообще взять и реально потратить дохерищи денег на развитие вот этих вот бойцов, которые у нас есть Опа, какой-то вассал к нам прибыл, что ли? А нет, их трое здесь и стояло, да? Так, канцлер, пошлина, кто там про казну? Да, давай проверим казну, я хотел бы взять деньги из казны, там 10 тысяч 20 я возьму, пофигу, все равно Большого особо толку от них здесь нет Управлять этим городом Набрать солдат Вот я сейчас возьму просто и валью в этот набор солдат 600 выходит, да, за похер Валью, короче, десятку и все Бам! Поехали Посмотрим, сколько их там прикатит к нам в город Надеюсь побольше Надеюсь побольше, я их заберу и все-таки в итоге что-то мы с этим сделаем Вот, отто фон Керпен уже Молодец, у него 76 У вальпота я не знаю сколько, но в целом пока что мы разведаем 115-60, вот меня бесит этот тип, который расширит Было бы просто 115, было бы легче У него 23, но все равно очень медленно, супер медленно То есть 23, это никогда 37, отлично Отлично, но не идеально Хотелось бы больше, все равно Так Еды у нас еще мало, ужас Пархаз, город, в котором нет еды Ужас, ужас Так 132, и вот эти вот все замки Их всех невероятно сложно захватить Просто шок какой-то А в Массиафе они прям все тусят, да, как я понял? Да, 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 да Забавно, что даже когда я перестал быть их вассалом Они все равно не выходят из Массиафа И целыми сутками там находятся Серьезно? Пираты? Пираты? Без шуток Пираты? Нормально Сейчас бы пираты на меня напали Давай, дядь Неужели я настолько слаб Что на меня уже могут напасть Любые пираты? Ужас какой-то Прям Чувствую себя отбросом каким-то Но зато в Архасе повышается количество людей В любом случае Так, давай, давай Бам Бам Скорее всего я все-таки Наберу вот этих вот людей Для последующих вассад В стримовом режиме Поэтому сегодня Я снимаю этот ролик Получается Никакого числа Короче Он выйдет в 3 часа дня Вы его посмотрите в 3 часа дня Вот Вы его посмотрите Сейчас меня еще пираты убьют Вы его посмотрите в 3 часа дня И в этот же день Скорее всего будет стрим По набору количества бойцов И вот подобной вот теме Чтобы у меня было там человек 300 Я думаю В Архасе Ну и в целом Да, и чтобы мы могли уже Потом непосредственно захватывать Эти замки вокруг и так далее Почему Тевтонские рыцари Ничего не делают То есть они Просто стоят Ну ладно Они все равно без меня справятся По-любому 28 на 18 Че Ладно Плевать Короче Я прям расстроен Че Какие-то они такие Какие-то медленные Да Они не конятся пока что Я еще их прокачиваю Естественно Но они просто ужасные Вот на первом Каком-то рейтинге прокачки Они ни о чем Абсолютно Хоть бери Просто в городе сиди Хотел пойти поразведывать Напали пираты 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 Так они еще Неплохо меня сносят Понимаете Смысл в том Что они такие медленные Эти Тевтонские рыцари То есть Ну короче Все Все мне ясно Этот эпизод Он мне показал Что мне нужно делать дальше Он был не особо продуктивный Скажу честно Я им не максимально сильно доволен Вот например Прошлым эпизодом Я максимально сильно доволен Этим нет Но От себя я делал все что мог Поэтому Поэтому да 53 Ага 140 Я не знаю Забирайте Сейчас еще раз Какие-то пираты нападут Убьют меня Вот уйди отсюда Магистр Армингол Просто свали отсюда И все И Не трогай меня Никогда В этой жизни Так 53 Ага Стоит ли собирать военный поход? Стоит ли собирать военный поход? Это получается 30 83 Там у него 70 Ну это 150 Ну Ну а сироп больше Хотя нет Стоп А вон А стоит Стоит собирать Я все-таки попробую еще раз Так Давай попробуем Еще раз Так Давай Кассандра 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 Та-та-та Пос Я желаю Что вы отправили послание Всем королевства Нет Подожди Да Да Я хочу начать Новую компанию Да Я хочу начать Новую компанию Пусть они подходят сюда О Вальпота Даже 50 А у этого 70 Супер Супер Так Управлять этим городом Расположить здесь гарнизон Обман На игру Они думают Что я буду располагать здесь гарнизон А я говорю Все забираю Даже монахов всяких Забираю Забираю Все просто Сохраняюсь Теперь Беру с собой Пожалуйста Барон Керпен Иди за мной Ты мне нужен Понимаешь Чувак Ты мне нужен Ну куда он идет Так Дядь Я понимаю Да У меня Тянувое знание Следуй за мной Вот Найс Все Или ничего Монсферан 0-1 Супер Супер Если я еще Вассала сверху Заберу Это будет вообще Песня 84 Вот Вопрос Вопрос Делать максимальный Размер битвы Или нет Наверное Все таки нет Ну или да Или средний Лучников Все равно Будет много Очень много Но мы Хотя бы Сколько-то Их снесем Нас же больше Нас больше Нас 200 Чем Нас в 2 раза Больше Мы должны Мы должны Это сделать Давайте Так Рыцарь Тамплиера Захватывает Тиру Султната Юбидов Прекрасно Прекрасно Подожди Что? А рыцари Тамплиеры Это не мы Случайно? А нет Мы Тевтонский Орден Да-да-да Так Ладно Нас в 2 раза Больше Мы обязаны Это сделать Должен 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 Быть Красивый Конец Эпизода Скорее Всего Он будет Больше Чем Час Но Оно Тво Стоит Поехали Так Максимальная Оборона Пускай Главное Снести Эти Врата Я уже Сейчас Буду Бежать Со Щитом То есть Если Я снесу Врата Будет Легче Они Сами Не Додумаются Нормально Снести Врата Потому Что Они Не Додумаются Так Поехали Поехали Ребятки Мы Должны Деус Вуль Там Все Дела Жаль Я Не Могу С Ним Поговорить Я Б Рассказал Мотивационную Речь С Удовольствием Типа Соберите Стряпки Нас В Два Раза Больше Это Какие Бесполезные Арбалетчики Неужели Мы Тефтанский Орден Не можем Снести Ублюдков С арбалетами По всей Видимости Не можем Но мы Сделаем Все равно Я сделаю Это Я уверен Я захвачу Я захвачу Все здесь У меня будет Просто армия В 20 миллионов Человек Я буду Идти И захватывать Замки Которых 300 И мы С перевесом Будем Все Забирать И все Это Легко В теории Как оно Будет На практике Пока Мне Не ясно Но в теории Пока Так У нас Умер Все Лишь Один Человек Мне Нравится Что Здесь Мне Оставляют Место Для Того Чтобы Я мог Сломать Ворота Это Просто Лучшее Лучшее Что Есть В Как бы Обычно Например В The Last Days У меня Не Было Место Я Сзади Стоял Да И они Сами Ломали Врата Очень Долго Так Вот Эти Вот Тоже Надо Снести Кстати Одних Ворот Здесь Недостаточно Будет Чтобы Они Все Могли Пройти Сразу Давайте Посмотрим Что у нас Там По Перевесу Ну То есть Нет Перевеса Понимаете Это Глупо У нас Приблизительно Одинаково Это Странно Очень Так Давайте Пока У меня Есть ХП Я могу Порисковать И немного Так Есть Так Я уже Пугаюсь Того Что они Там Со всех Сторон Стреляют Поэтому Нужно Будет Как-то Их Находить Пока Не вижу Ну Там Очень Далеко Вижу Но Этого Я Снести Не Смогу Во Во Моя Цель Вылазить Не С первого Лиц Так Сложно Стрелять Есть 24 Почему Так Слабо Почему Всего 24 Урона 24 Ну Кто-то Его Убил Не я Так Кто-то Другой Так Вижу Еще Лучника Ну Вот В него Я уже Вряд Лис Смогу Попасть Я Конечно Попытаюсь Там Вроде Даже Где-то Приблизительно Так же Летят Эти Стрелы Но Во В этого Парня Сложно Попасть Так Все Я не лезу Не хочу Сдыхать Но Сейчас Положение Мне нравится Мы убили 53 Супер Просто Супер И у меня Еще нормальный ХП Так Не Это отлично Это хорошо Это очень хорошо То есть Уже Большой шанс Что мы Вот Вот Есть перевес Мы захватываем Все Есть перевес Мы справляемся Понимаете Нет перевеса Мы проигрываем И все Нет Мы захватим Этот замок Мы уже заберем Я уверен Почти Если я не сдохну Как-то случайно То С очень большой вероятно Еще и подкрепы У нас Супер Тихо Свистки эти Мне не надо Ребят Я все понимаю Конечно Прибыли новые враги Но пока идет подкрепы Конечно Но не Мы справляемся Хорошо 78 упал Так всего 115 было Все Это наш замок Аллилуйя Аллилуйя Ребят Вы смотрели не зря Этот эпизод Не зря Не зря Я захватил замок Я захватил его Вы смотрели не зря Этот эпизод Можете радоваться Сейчас я его отдам Отто фон Керпену И будет нормально В целом Полезно Полезно Но все равно Наверное Стрим по набору Я все-таки сделаю Все-таки Наверное сделаю Потому что Если в следующем эпизоде Будет то же самое Да Лучше уже набрать Людей Лучше уже набрать людей И тогда от этого Отталкиваться И уже Без сверхсильных усилий Дальше захватывать Все И чисто Осваивать карту Вот так вот Ну как обычно Мы делали Поэтому Наша задача Сейчас Это все-таки Все-таки Захватить Как можно больше замков Получить дополнительно Вассалов И тогда будет норм Как минимум Забрать полностью Тамплиеров Принеста лука Вообще не возрастает Я здесь стреляю Просто в цель Почему я не попадаю Кто-нибудь мне объяснит Пожалуйста Пожалуйста Пойду Хочу вот этого парня Ногой столкнуть Я надеюсь У меня получится Быстрее Пока его не убили Быстрее 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 Давай Давай родной Да поднимайся Он просто Еле тянется Еле тянется Не Не смогу Его ногой Не убивайте Его Не убивайте Да нахер Ты отошел Ну падай Да что вы делаете Я бы убил его С ноги Нет Хотел Лэкшен устроить Я тогда Просто сам Суицид Ну все Мы справились Мы справились Просто Реально Я рад Я рад Что эпизод Закончился Именно так То есть Полезно Так Ты у меня в плену Ублюдок Не хочу никого Оставлять Сейчас Они разозлили Меня Отто Фон Кирпен Мы отдадим Этот замок Барону Отто Фон Кирпен Отношение Совсем Повышается Это прекрасно Моносферан Пали по наискому Ашквест Переполон Контролирует Замок Можете сейчас же Отвести здесь войска Чтобы защищать его От войск По которому захвата Так Разграбьте Вы Сохраняете Останки Разграбьте Вы разделите Останки Разграбьте Это разделите Останки Однако между Вашими Вассалами И вами Непосредственно Между Вассалами Сопровождающими Вас И вас Разграбьте Сохраняйте Все останки Для себя Разграбьте Останки Одна Между Вашими Вассалами И А чем Отличается Второе От третьего Я не понимаю Ну хорошо Давайте Второе Вы потеряли Уважение Да почему Я потерял Уважение Вы получили Бабки В казну Опасно Это проблема Это реально Проблема Это очень Сильная Проблема Это супер Сильная Проблема Иерусалимское Королевство Убиляет Войну Приближение Вы замечаете Да Это понятно Антиохия Еще Да вы Охерели Тамплиеры А почему Все со мной Воюют Можно вопрос Можно вопрос Почему Вдруг Все со мной Воюют Что вы Понимали Со мной Воюют Тамплиеры А Ну типа Весь союз Со мной Воюет Потому что Я захватил Их замок То есть А я понял Я понял В чем смысл Типа Они все Общий союз И поэтому Но мне тогда Нужно заручаться Поддержкой Румского султаната И Аюбидов По другому Мне не выиграть Никак Мне нужно Заручаться Поддержкой По другому Я не выиграю Абсолютно Никак Но это Просто Конец Эпизода Взрыв Мозга Не знаю Как мы будем Это решать Просто Но в любом случае Спасибо всем За просмотр Я прям Не представляю Что было В следующем Эпизоде Подписывайтесь на канал Ступайте Павлю Вконтакте Пока И удачи вам Всего хорошего Павлю Вконтакте Павлю Вконтакте